Всем привет! Сегодня я выжигаю вот таким вот выжигателем. Папа починил вчера. Мария, аккуратно, аккуратно. Не маши, положи горячий. И тогда рассказывай. Я уже сделала головки, а потом уже одела обувь. Да, аккуратно, горячие. Сижу с ней. Съездили уже с утра в поликлинику. Забрали Анютины анализы. Марияша тоже в поликлинику показалась, да? Еще остались мы немножко на больничном. Потому что подкашливать вчера. Как раз приехали Саня из поликлиники. Она начала подкашливать. Но я ей стала лазалван давать, поэтому у нее стала откашливаться. Приехали сейчас после поликлиники. Мама говорит, буду выжигать. Женя, вчера вечером вот такой вот выжигатель. Старый тоже. Это еще был моего брата двоюродного, по-моему, выжигатель. Мне отдали его. Я любила выжигать в детстве. Да, тоже. Мария тоже любит выжигать, да? Ну давай, мышку вон она выжигает. Вчера Анютка еще села, повыжигала, вон не доделала. Уже надо было спать, ложиться вон слона. Сзади еще посмотрите. Там баловались, писали, ага. Пробовала я уже другой вот этот выжигатель. Но что-то мне он не очень понравился. Женин вот тот вот старенький. Он как-то лучше выжигает даже. Вот такой слоник получился. Папа у нас там тоже убежал на улицу что-то. А я мышку себе выжигаю. Давай, выжигай. На улицу миру, наверное, пошел кормить. Сходил до соседа какой-то кусок линолеума там притащил. Полку он все доделывает. Не полку, стеллаж. Еще злится на меня, говорит. Что ты говоришь полку? Ну, полка, стеллаж. Практически одно и то же. Девчонки в школе. У Ани сегодня будет там этот концерт. А я болею. Марияша на больничном. У Ани сегодня концерт. Перед Новым годом, раз заболеваемость большая была, все на больничный пошли. У них отменили концерт. Голубой огонек должен был быть. Они тоже с классом участвовали, ставили номер. Ну, не знаю, какой-то дурацкий. У нас учительница новая сейчас. Она предмет, классная руководительница, предмет ИЗО ведет. Мария, аккуратно. Видите, как откашливается. В общем, не знаю я. Пока мы к ней присматриваемся. Ну, что-то я не знаю. Грун номер какой-то прям дурацкий поставила. По песенке этой. Из, ну, погоди. Кто там, как она поется-то? Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи, Камилая, как дела? За тобою бегала Дед Мороз. Мария так смотрит. Пролила немало я горьких слез. В общем-то, задание было такое, что выступают артисты. Ну, вот они почему-то взяли эту песню. Она думала, вот, повеселим детей. Ну, в общем, начали родители возмущаться, кто придумал этот номер. Ну, вообще, на самом деле, какой-то не очень мне понравился. Я не сразу поняла. Думаю, голубой огонек. Должна быть какая-то пародия на артиста или что-то. А тут из мультика. Ну, в общем, они даже отборочный тур не прошли. Вот, и Аня сегодня пойдет на другие классы посмотреть, как в следующем году, какие номера ставят, какие ставить и чайпитие у них будет. Ксюша, говорю, пойдешь тоже на голубой огонек. Она говорит, нет, не хочу. Если бы из наших кто-то выступал, так я бы, говорит, пошла. А что мне там делать-то? Ой, вот как красиво, Мария, получается. Старается она. Старается. Сидит дымок, в глаз попадает. И да, пальчики, пальчики береги. Ой, Мария. Ой, как опасно. Не обожглась? Мне показалось уж прям как близко. Руками не маши, господи. За тобой наблюдать-то. Положи его. Во. Все, она выжигалась, что ли? Да? Выключаем? Да? Что расскажешь? Что расскажешь? Давай диван с тобой поправим. А? Угу. Вот они. Шатаются, садятся. Тут уже вон чем-то только постирала. Чем вот это вот намазали, а? Чем намазали? Не пойми чем. Штаны еще пижамные с утра лежат тут. Давай прибираться будем с тобой. Да? Поприбираемся маленечко. Ты мне дашь такую детскую тряпку? Ну, что за дас? Ну-ка скажи, дашь. Дашь. Вот. Взрослая девочка. Ты мне дашь еще тряпку? Ты мне дашь, ты мне дашь, ты мне слово дашь. Дам, конечно. Ты же у меня хозяюшка, девочка. Садятся вот так. Он, видите, раскладывается как гармошка, не гармошка. И он сюда съезжает. Постоянно приходится его поправлять. Вот так. Ну. Садится. Тут Марьяна руками все залапывала. Тут вот пятно надо, наверное, будет его подтирать, что ли. Да? И вот так вот садятся и вот скатываются. Уже не знаю, что с этим диваном. Только поправлю. Через полчаса опять все то же самое. Все время тут ползают. Давай диван попробуем оттереть. Вон, что-то. Ты тогда помнишь, что-то пролила тут? То ли чай, то ли что. Чем-нибудь побрызгаем сейчас с тобой, да? Попробуем тряпочку оттереть. Да? Давай. Я сейчас буду прибиваться, наливая. Вот это вот отмывать. Марьяна тут что-то пролила, потом что-то брызнула. Давай, брызгай вот на это пятнышко. Брызгай. Это здесь мы развели лог. МВСкое средство. Пшикай сюда вот прямо на пятнышко. Подальше, близко не надо сильно. Пшикай. Подальше, подальше. Не надо сильно близко. Давай резко нажимай, чтобы оно распыляло. Вот, давай, давай. Ну, давай я напшикаю. Давай. Вот и три давай это пятнышко. Давай три. Вот мочалочка стираю. Помните, прямо пятно как. Вот этой вот щеточкой, в другой стороной переверни. Зелененько переверни. Да, давай, хозяюшка. Давай, хозяюшка. Давай еще пятнышко. Вот здесь попшикаем. Давай. Да я сама пусть. Давай. Ну, все, все, все. Разошлась-то, э. Зелененькое давай три. Зелененькое три давай. Ну, давай. Оттирай эти пятнышки. Давай еще попшикаем. Пятнышко. Хорошо, хорошо. Так там вот три пятнышка-то. Мы там напшикали, а трешь в другом месте. Сама, конечно, тоже сейчас потом влажной водичкой чистенькой. Ну, его можно, в принципе, и не смывать. Оно и так хорошо оттирает. Потом высохнет, посмотрим с вами. Вон тут тоже кто-то залапал. Давай на краешек сюда пшикаем тоже. Давай, три. Иванечка. Зелененькой стороной. Почему? Ну, потому что она шоркает лучше. Ну, давай, давай. Все? Молодец. Еще будешь пшикать. Близко не надо. Будет слишком мокро. Чуть подальше. Вот. Все. Давай. Здесь решила. Все. Вытирает, убежит. Уже на пол капает много, видишь? Хозяюшка. Тут все ковыряли тоже. Тут-то вот тоже был кожаный диван. Мы его обтянулись тканью. А здесь начинает облизать. Чем вот здесь можно с торца сделать, даже не знаю. Это мою маму забирали. Они из дома переезжали. В квартиру, когда он переезжал, у нее старенький диван был. До этого-то у нас черный киевский стоял. Маленький, который вот здесь вот. Вот здесь, который вот стоит. Он тоже был. Он был низкий и маленький. Покупать сюда, в дом, пока мы ничего такое не хотим. Уже в новый будем покупать дом. Марьяна, ну не надо много. Посмотри, у тебя все льется аж на пол. Все. Разошлась девка. Разошлась. Хозяюшка разошлась не на шутку. Я диван отмываю. Диван отмывает она. У папы такая шапка чудес. Там какие-то пятны. Такая лафаня. Там какие-то пятны. Лафанюшка. Что-то у тебя так в камере смотрятся брови, как, знаешь, как будто вынии у Деда Мороза сидые. Покажи лысинку. Это вчера был обросший, а сегодня лысинку закрывает. Говорит, голова мерзнет. Я диван отмываю, чтобы... Подстригся Евгений. Папа, я диван отмываю. Ну покажись. Я диван отмываю. Сейчас маме еще перемывать. Ну все много, не это, не пшикай. Сейчас влажной чистой тряпочкой пройдусь. А что еще надо? Подождемся, когда высохнет. И посмотрим результат. Да? А что еще надо? Потом посмотрим. Сейчас пыль можно повытирать. Тряпочку намочим. Угу. Поправим диван. Надо найти. Надо, наверное, знаешь, что Жене сделать? Мира пришла. Знаешь, что надо сделать, наверное? Этот коричневый плед, который в машине лежит. Покрывало икеевское. Может, его сюда постелить? Может, это вот вообще заплатка меня уже прям раздражает? Так я его постираю. Его занести надо. Мира! Я вчера подумала. Мира! 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 Мира пришла. Хозяюшку понесло, да? Хозяюшку потянуло на дальнейшую уборку. Она говорит, давай, мама, посуду помою. Стоит, вон, моет ложечки, да? Хозяюшка у меня. Марьюшка, хозяюшка. Вот как старательно девочка моет. Моет, старается. Серьезная прям. Внимание на маму не обращает. Все, и ставь сюда вот на эту. Потом перемываю все равно после нее. Вот сюда? Да. Все, ложечки мои, стаканчики там. Промывай все, давай. Ай да, девочка. Ай да, хозяюшка, Марьюшка. Ай да, умница моя. Вот что бы я без Марьяши-то делала, а? Кто бы мне посуду помыл? А, Марьяна? Если бы не ты, кто бы это сделал? Ай да, помощница. Вчера маме стирку помогала ставить, да? Еще прибылась на столе. Да, но это я вчера уже показала сама. Впервые. А то все не заставишь. А у тебя уже пена-то на голове? Работница? А, нет, я от заколки. Я думала, ты уже пену на голову себе наложила. Жене, ну, тайну спустилась снимать. Он тут уже неделю сидит в подполье. Сначала нас с этой сваркой какой-то травил. Потом краской воняло, красил. Залезла показать вам. Стеллаж уже не делает. Комнату оборудует себе на цокольном этаже. Замерзнешь тут. Ну, в общем, смотрите, какой он стеллажик сварил, сделал тут. Красивенный. Стену покрасил. Это кисточку, чтобы светлее было. В общем, под банки, которые у нас тут не влезают уже, на полу стоят. Евгений решил сварить. Под банки тут сколько вон, говна ничего не влезает. Все надо даже складывать. Говна. Ты хранишь говно в подполье. Ну, вот ты выражайся как-то немножко. Как будто выкинул это все. Говна у него. У него, видите, тут все. Тут, чтобы мышки, не дай бог, заберутся, чтобы не погрызли сапожки. Вон, полотники висят. Тут мешочки. Вон, где-то, видите, на полу уже стояло. Уже мы шар где-то погрызли. Это для этого всякого... Для огородного. Для огорода, да. Всякие краски тут. Храним ведра. Камеры. Там в уголочке мои эти георгины стоят, хранятся. В ведерках. Не знаю. Надо их, кстати, бы достать, проверить. Посмотреть, не згнило ли там ничего. Згнило. Тут тоже в мешочках все. Даже противогазы у нас, вон, смотрю, есть тут. Чего-то так и нет. Колеса. У меня все. Шины, камеры, всякая фигня. А тут, видите, заготовки, они на полу стоят. Уже проходить негде. Всяк обелепердений. Короче, тут целый завал. Внизу банки будут стоять? Компоты всякие. Внизу. Так вот, наоборот, их бы лучше. Да ладно, чтобы они тут тухли стояли. Внизу самое холодное место. Внизу банки будут стоять. Ладно. Что ты умничаешь, что-нибудь? Ничего не знаешь и не говори. Не шаришь нифига. Вот внизу у меня банки будут стоять. Тут пять рядов тут сразу. А здесь будет всякий хлам на остальных трех полках. Не хлам, а всякие вещи будут храниться. Вещи, хлам. Еще скажи, говно у него тут будет лежать. Крови или пехи на стеллажах. Ну, молодец, молодец, красиво. Евгению лайк там, давайте лайкосики ставьте. За его... Старые водопроводные трубы. Что, нормально? Почистила я их и все. Сварил, покрасил. Ну, вот. Ну, вот. Как-то так. Как-то так. Хе-хе-хе. Потихонечку, помаленечку как-то там. Людик-то говорит. Все, короче, не мешай. Что, не мешай? Свобода. Принеси, подойди отсюда, не мешай. Ладно, ухожу. Потом уже конечный результат. В следующих влогах покажем, как все расставит Евгений. Ну, помимо этого, да, помимо стеллажа, другие еще дела существуют. Он так постольку-поскольку, когда есть свободное время. Спускается и делает. Лысину-то подстриг в шапочке. Сейчас голова мерзнет. Тут прохладно. Ну, все, смотрите, диванчик подсох. Пятнышек больше нет. Красота. Осталось только занести с дивана плед. Я его неделю назад стирала. И уже уханькали. Марьяшка тут ест, с едой все время скачет. Принесу с машины другое покрывало, постираю его, попробую его постелить сюда. Может, не так будет собираться вот этим вот комком, куском. Бесит прямо. Ну, все, чистенькое. Горбинский. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.